привет друзья на связи роман гарелик сегодня мы будем разбирать стили я про них уже рассказывал в других уроках по типографике по цвету сегодня мы это все дело закрепим с чего начнем начнем с сетки допустим бывает такое что нужно сделать сетку для десктопа для планшета и для телефона и постоянно создавать новые экраны и чтобы не копировать эти сетки мы можем создать но готовый стиль в сетках нажимаем на эти четыре точки нажимаем на плюс здесь есть такая особенность вы можете ввести допустим здесь что у вас есть сетки для строк для колонок и тому подобное то есть разные системы какие-то и вы можете вводить например grid здесь ввести фон и появится под заголовок создавая новую сетку из создавая новую сетку когда вы будете переименовывать если вы ведете здесь допустим не grid а что-нибудь другое или допустим вы другую сетку используйте вводите grid slash tablet здесь появится таблет потом новый заголовок и у вас под заголовки и свои сетки идем дальше здесь по поводу цвета нажимаем на вот эти четыре точки здесь прошлого урока как вы видите остались у меня для текста для button я создам новую допустим текст слэш ну пускай там pink я не сильно разбираюсь как по-английски вот эти там коралловые цвета называются и так далее поэтому здесь как вы видите появляется у нас и синий но и красный то есть в разделе текст появляется у нас новый новый стиль по по стилям мы можем еще создавать вот стиле для здесь у нас сложная такая кнопка здесь два вида теней еще рефлекс и в внешнее свечение внутреннее свечение создаем новый стиль пишем его батон можем также через слэш ввести там hard но сложная hard на что ты можешь делать hard слов сложная получается тяжелая такая кнопочка и у нас появляется вот он наш стиль выходим вот у нас эффекты стилей сетки стилей по цветам стиле здесь можно также по цветам добавить эти стиле давайте это сделаем просто добавим цвет но и по-русски напишу бежевый бежевый голубой и у нас здесь получается появились тут они все вместе идут а тут они идут просто local style они не находятся ни в какой группе теперь по шрифтам можем создавать тут например title title слэш и чуан потом вот как мы видим заголовки у нас title title мечту здесь допустим это у нас будет title слэш и 4 как вы видите у нас появляются вот такие вот группы теперь все это можно переносить аккуратненько заходим сюда здесь у нас есть стиле заходим сюда здесь у нас есть тоже стиль заходим вот сюда здесь и здесь у нас уже готовые стили заходим сюда здесь у нас не влезла она с кейл стоит влазит сюда заходим и берем h3 единственное нам нужно только текст поменять вот так удалим теперь все как и было у нас это все работает по стилям есть допустим родительский стиль мы сюда можем зайти вот редактировать допустим сделать поменьше его то же самое сетками с цветами с эффектами и тому подобное вот так у нас устроены стиле теперь мы знаем как составлять стиле о том как подбирать правильный шаг в размере шрифта как подбирать цвета для того чтобы была кнопка активной неактивной и тому подобное делать UX киты мы поговорим на нашем основном курсе который вы можете посетить через ссылку в описании к этому видео или посмотреть обзор на этот курс увидимся в следующем уроке пока а может быть на основном курсе кто знает